Вчера, 13 сентября, глава района Заорха Мирзов в очередной раз проинспектировал ход работ на объектах, строящихся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этапах строительных работ руководству муниципалитета доложили руководители подрядных организаций «Симстрой», «Новаремстрой» и «Марксервис». Первым пунктом объезда стали строящиеся объекты в поселке Майский. Это сельский дом культуры на 200 мест общей площадью около 1200 квадратных метров и врачебная амбулатория площадью более 400 квадратов. Заура Скорбевич оценил масштабы работ, проделанных за прошедшее время. Вместе с представителем подрядной организации «Марксервис» обсудили ближайшие планы строительства. На сегодняшний день выполнен достаточно большой объем работ. Далее в ходе своей рабочей поездки глава района побывал в селе Вольное, где параллельно идет строительство спортивного комплекса и врачебной амбулатории. О том, на какой стадии находится монтаж зданий, нам рассказал директор подрядной организации Сергей Ивашин. По амбулатории, значит, это где-то процентов 70 выполнение, а по спорткомплексу, ну, я думаю, примерно в таком же ракурсе. Какие работы еще остались? Ну, по амбулатории остались работы, это в основном завершающие, это накрыть по готовому каркасу, покрытие положить, кровельное, вот. А по внутренним работам там идут полным ходом отделочные работы, благоустройство останется. Вот, на оставшее время это в основном благоустройство затянет. Ну, люди работают, я думаю, что работают в районе где-то 25 человек работают. А по ФОКу какие работают? По ФОКу отделочные работы тоже идут параллельно с наружными работами. На следующей неделе мы закроем полностью фасад и кровлю, вот, и останутся тоже работы по наружным сетям канализации, наружные сети электроснабжения и благоустройства. Так же, как и по амбулатории, там тоже остаются наружные сети электросвещения, внутренняя газификация и благоустройства. Значит, ФОК включает в себя, это двухэтажное комбинированное здание, значит, одноэтажный спортзал размером 360 квадратов, и наверху будет зал для атлетизма или там спортивной, или для борьбы, вот, а общая площадь в районе 800 квадратов. И сдача объектов? Сдача объектов у нас, у нас по договору 20 декабря, сдача объектов. Инспектируя объект, глава района обратил внимание подрядчика на недопустимость отставания от графика производства работ. Программа «Комплексное развитие сельских территорий» успешно реализуется и на территории хутора «Казина Кужорский» на Тербовского сельского поселения. Здесь идет строительство долгожданного спортивного комплекса. Открытие данного объекта станет большим событием для жителей хутора. По проекту в здании будет размещен универсальный спортивный зал, а также вспомогательные помещения. Общая площадь по наружным стенам получается у нас 18 на 30. Это общая площадь. Еще плюс второй этаж. Второй этаж это у нас 6 на 18. Это у нас будет гимнастический зал. Выход вот этой лестницы у нас. Внизу у нас находятся две раздевалки. Это получается женская и морская. Также получается учительская. И два туалета. То есть один учительский полностью туалет-душ и для инвалидов туалет-душ. В раздевалках тоже получаются душевые кабинки и туалет тоже отдельно. Вот. Идет. Здесь у нас зал общий. Значит он получается общий. Зал выходит 24 на 18. Его размеры. В нем здесь у нас будет сетка, баскетбольные кольца. Ну и в принципе все. То есть из этого. На сегодняшний день что уже сделано? Какие работы? Значит на сегодняшний день общестроительные такие работы, как возведение крыши, стен выполнены на 97%. То есть у нас остается только витражи и окна здесь. И покрытие стяжки, которое там тоже быстро делают ребята. Сейчас вот в данный момент проходит пожарная обработка. Вот это вот огнезащита и вот это вот белое то, что есть. Ей ребята сейчас проходят. И когда уже полностью готова будет вентиляция, мы начнем здесь стяжку и гимнастически сам вот это покрытие. Линолеум спортивный. Сдача объекта у нас в конце октября получается. Но мы планируем, если нас не подведут, вот как вот витражи, вентиляция, это которые наемники, субподрядчики. Если они не подводят, то думаем где-то числа 15-го закрываться. Заур Хамирзов еще раз напомнил подрядчикам, что очень важно соблюдать все технологические стандарты качества и уложиться в срок сдачи строящихся объектов.